всем привет сегодня буду готовить яблочно-творожный пирог очень вкусный основа будет из песочного теста и такая интересная бизайнер верхушечка я немножко разделила чтобы было понятно куда что мне понадобится это для теста сливочное масло 200 грамм сметаны 100 грамм сахар 4 столовые ложки немного соды мука 300 350 грамм для начинки творог 400 грамм 200 грамм сахара но это можно регулировать по вкусу любой ароматизатор можно взять корицу можно взять ванилин я взяла финиковый пикмес совсем немножечко можно добавить также яблоки они берутся по вкусу то есть я взяла буквально пару яблок можно взять и больше 3 4 и 5 то есть чем больше яблок тем просто больше будет яблочный слой это все по вкусу яйца но я в процессе расскажу что и куда потому что нам понадобятся белки отдельные желтки отдельно готовим тесто сливочное масло выкладываем оно должно быть очень очень мягкая комнатной температуры сметаны сахар сода пол чайной ложечки теперь сюда же нам нужно добавить два желтка белки нам тоже понадобится поэтому сразу приготовьте нужную посуду все тщательно вымешиваем теперь сюда будем подсыпать муку и вымешиваем понемножку подсыпаем сначала будем вымешивать лопаточкой потом руками поэтому лучше дозированный вот такое тесто должно получиться вот она мягкая податливая и к рукам уже не липнет теперь пока мы будем заниматься начинкой яблоками тесто мы поставим в холодильник для начинки нам также понадобится 2 желтка добавляем сахар и немного ароматизатора все перетираем до однородности с яблок очищаем кожуру вообще это необязательный момент если у вас будут свои домашние хорошие яблоки можно кожуру оставить яблочки нарезаем на тонкие долечки тесто выкладываем форму я ее дополнительно застелила пергаментной бумагой форма должна быть достаточно большая 26 28 сантиметров в диаметре и теперь тесто вот так вот растягиваем по дну и вот так же делаем бортики достаточно высокий чтобы поместилась туда вся начинка все выравниваем аккуратненько немножко по донышку проходим вот так вилочкой выкладываем творожную начинку духовку включаем заранее прогреваем до 180 градусов сверху выкладываем яблочки абсолютно произвольно как нравится отправляем пирог в духовку на 20 минут теперь готовим мы последний слой только готовить его нужно не сразу как только вы поставили пирог а ближе к концу то есть это буквально за 10 минут до готовности сначала белки нужно взбить на маленькой скорости взбиваем буквально пару минут что получилось вот такая хорошая белая пена достаточно густая но еще не плотная теперь на четыре белка я взяла стакан сахара это примерно 250 грамм и теперь на максимальной скорости мы продолжаем взбивать белки и понемножечку сахар подсыпаем взбиваем белки вот до такого состояния видите это называется устойчивые пики то есть на ней прям рисовать нужно как на безешку практически то же самое пирог достаем готовила его чуть дольше потому что у меня немножко толстенькое тесто получилось это примерно 25 минут теперь выкладываем сверху резежку температуру в духовке уменьшаем до 150 градусов пока мы это сделаем немножко остынет и все аккуратненько разравниваем просто так аккуратненько потихонечку разравниваем просто чтобы было симпатичным и ровненько все духовку у нас немножко остыла отправляем уже долго оттавливаться пирог ориентируйтесь конечно на свою духовку и обязательно смотрите на цвет теста то есть тесто должно получиться прям таким ну хорошо румяным то есть ну вот у меня уходит примерно полчаса пирог готов вот такая красота получается и теперь смотрите вот такой момент если у вас есть возможность есть время оставьте его остывать в духовке если нет то тогда достаем и остужаем уже в комнате и после этого уже аккуратненько достаем теперь кусочек можно отрезать покажу вам в разрезе у меня честно говоря не до конца еще остыл просто очень просит так он еще достаточно теплый и вот так он выглядит тесто творог яблочки и вот такая безешка он очень вкусный он очень нежным готовится он абсолютно не сложно даже чем-то наверное на тортик похож попробуйте сами приготовить надеюсь вам тоже все понравится всем спасибо приятного аппетита пока пока